Фанаты бокса ценят этот вид спорта за его бескомпромиссность и зрелищность, а боксеров за их характер и стремление к победе. Но иногда происходят такие ситуации, когда в самый разгар поединка один из боксеров просто отказывается от продолжения боя, чем вызывает море негодования, возмущения и критики в свой адрес. Это Sportsnet и сегодня темой видео будет топ-10 боксеров, которые сдались в ринге. 19 марта 1988 года Дуайт Мохаммед Кави, имея рост в 166 сантиметров, ничего не смог сделать в бою против значительно крупнее Джорджа Формана. Продолжение следует... 11 июля 2015 года Кит Турман во второй раз защитил титул чемпиона мира по версии WBI в полусреднем весе против Луиса Калацио, когда в седьмом раунде последний отказался от продолжения боя, сославшись на то, что не видит глазом. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 28 января 2006 года состоялся бой между Майклом Гомесом и Питером Макдональдом. В шестом раунде Гомес отказался от продолжения боя, что вызвало подозрения в честности поединка. Боксерский союз Ирландии три года расследовал этот случай в связи с подозрениями боксеров в сговоре с букмекерскими конторами, так как очень большие ставки были именно на шестой раунд, но доказать ничего не вышло. Питер Макдональд Субтитры делал DimaTorzok В апреле 2000 года Кличко встретился с Крисом Бёрдом. В бою Кличко получил травму плеча. Виталий долго терпел бой, пытаясь нокаутировать Бёрда в ранних раундах. Но скорость и маневренность более легкого оппонента не давали этого сделать. Боль становилась невыносимой и неожиданно для всех зрителей угол Кличко отказался от продолжения боя в перерыве между 9 и 10 раундами. Победил Бёрд. Почти каждая комбинация Бёрда идёт по высоте, как вы, наверное, заметили. Атаки в туловище, в голову, снова в туловище. В разных комбинациях чередуются. Виталий отказывается от продолжения боя. Это была серьёзная травма. Он терпел боль несколько раундов. Но я почему-то думаю, что дело даже не в боли. Если бы бой пошёл в другое русло, если бы была надежда на победу, Виталий бы костьми лёг, но добился бы. Очевидно, он и сам был немножко обескуражен к этому времени. И вся эта комбинация травма, неуверенность, а самое главное давление, как потом выяснилось, его штаба, они именно настояли на прекращении боя и привели к тому, что бой окончился вот таким образом. В июне 2009 года состоялся бой за звание временного чемпиона мира по версии WBI между Виктором Ортисом и Маркосом Майдана. С первых минут поединка оба боксёра пошли в зрелищный размен ударами. Ортису удалось отправить Майдану в нокдаун в первом раунде. Однако аргентинец в оставшееся до гонга время также сумел отправить оппонента на настил ринга. В шестом раунде аргентинец начал атаковать Ортиса и вновь отправил его в нокдаун ударом по корпусу. Виктор поднялся, но был расстроен. После совещания с доктором судья остановил бой. Многие посчитали, что боксёр сдался и сам не захотел продолжать поединок. После боя Ортис заявил, что не заслужил такого избиения. Это высказывание было неоднозначно встречено поклонниками боксёра. Ортис. 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 Врёт. Я б даже сказал, пиздит. В декабре 2008 года состоялся бой между Мэнни Пакьяо и Оскаром Делла Хоей. Пакьяо дебютировал в этом весе, перепрыгнув первый полусредний вес. Делла Хоя последний раз выступал в этой категории в 2001 году. Перед боем большинство экспертов считали, что американец без труда одолеет бывшего полулегковеса. Однако бой опровергать и ожидания. Поединок получился практически односторонним. Оскар Делла Хоя просто не успевал реагировать на молниеносные атаки Мэнни Пакьяо, сумев выиграть лишь несколько отдельных эпизодов. В седьмом и восьмом раундах Делла Хоя пропустил большое количество акцентированных ударов, наполовину закрывших его левый глаз. И в перерыве перед девятой трехминуткой было принято решение об отказе от продолжения боя. Мэнни Пакьяо сомен. Мэнти Пакьяо сомен. И это была правая вещь. И это было правая вещь. Это было правая вещь. Это было последним в попытках победов. В октябре 2000 года Галотов встретился с Майком Тайсоном. С самого начала боя Тайсон в свойственной себе манере начал уничтожать оппонента. В перерыве между вторым и третьим раундом Галот отказался от продолжения боя. Угол Галоты пытался его уговорить продолжить поединок, но безрезультатно Галота сбежал с ринга. Позже представители телеканала Шоу Тайм заявили, что Галота трус и больше они никогда его не покажут на своем канале. Вскоре после боя допинг-проба Тайсона показала наличие в крови следов марихуаны и бой был признан несостоявшимся. Продолжение следует... Редактор субтитров Позже Продолжение следует... Продолжение следует... В пятом раунде терпение рефери кончилось и бой был прекращен. Макколу засчитали технический нокаут. Да, бедный Бентон и вся его команда, я имею ввиду тренеров, Маккола. Он сильно расстроен этот Макколу. Не делай это сам с собой. Не делай себе вреда, говорят в углу Макколу. Что ты вытворяешь? Что ты делаешь? Собирись. Под этим отсутствующим видом, разглядывая стены в зале, Маккол пропускает удары без всякого ответа. В мае 1980 года панамец Роберто Дюран победил Шугара Реа Леонардо в острейшем и бескомпромиссном сражении в Монреале. Это поражение стало первым в карьере Шугара, так что реванш, назначенный на ноябрь, был логичен и вызвал огромный зрительский и медийный интерес. В семь раундов Шугар хладнокровно обыгрывал панамца и строго контролировал ход боя. Преимущество американца над Дюраном было не столько значительным, сколько тактически безнадежным для каменных кулаков. И как результат, на исходе восьмого раунда он произнес одну из самых известных фраз в мире бокса – «ноу масс». Спасибо за просмотр видео. Напишите в комментариях, какой отказ боксера вы считаете самым позорным. До скорых встреч!